Слушайте доктора! С нашими гостями я их представляю. Главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников. Добрый день, Вадим Владиславович. Здравствуйте, Светлана. И заведующий эндокринологическим отделением больницы той же областной клинической Татьяна Прокопьевна-Виденская. Татьяна Прокопьевна, добрый день. Добрый день. Вот я бы хотела попросить сейчас Вадима Владиславовича поподробнее представить Татьяну Прокопьевну, потому что это у нас сегодня основной спикер, специалист, который будет рассказывать, что такое диабет, как от него спастись, и как его не испугаться. Ещё раз добрый день. Мне бы хотелось представить доктора Виденскую Татьяну Прокопьевну. Она у нас является заведующим эндокринологическим отделением, одним из ведущих специалистов по оказанию помощи пациентов с эндокринными патологиями. Как мы знаем, и тема сегодняшнего у нас брифинга заключена в том, мы будем обсуждать одну из важных тем, это сахарный диабет. И Татьяна Прокопьевна затронет эту тему, что на сегодняшний день проблема сахарного диабета, она является одной из ведущей и находится у нас на первом месте среди эндокринных заболеваний. Сейчас сразу мы бы перешли к вопросам, и первый вопрос я попросил бы осветить статистику сахарного диабета. Татьяна Прокопьевна, пожалуйста, расскажите по статистике, на каком месте у нас находится сахарный диабет, уровень заболеваемости данной патологии. Также, пожалуйста, я бы хотел, чтобы Вы осветили, кто чаще у нас болеет мужчины и женщины, кто подвержен группам риска. Добрый день, уважаемые слушатели. Я хочу сказать, что это очень грозное заболевание, сахарный диабет, на самом деле, это считается неинфекционной эпидемией 21 века, 20 века. На самом деле, каждые 5 секунд, мы знаем, это опубликовала Международная Федерация Диабета совсем недавно, каждые 5 секунд человек заболевает какой-то один сахарным диабетом, и каждые 7 секунд один из больных, к сожалению, умирает. Вот этой болезни, да, конечно, да. И также Международная Федерация Диабета совсем недавно опубликала новые данные, которые говорят о том, что в мире насчитывается 382 миллиона больных этим грозным заболеванием. В Российской Федерации это 4 миллиона 94 тысячи, это примерно по разным данным от 3 до 6 процентов от общего количества населения. Это 8 городов Кировых, то есть город Кировых 8 раз. Да, конечно, это очень много, конечно. Большой процент, и этот процент говорит о глобальной проблеме на сегодня. И в Кировской области примерно то же самое происходит, что и в общем в России, и во всем мире. У нас за прошлый год зарегистрировано 45 684 пациента больных с сахарным диабетом. Ну, это 3,5 процента. Татьяна Прокофьевна, а как Вы сравниваете вот эти цифры заболеваний с сахарным диабетом в нашей стране и за рубежом? Есть какое-то отличие или, скажем, эти цифры у нас меньше или выше? В нашей стране и в Кировской области практически то же самое. А если сравнивать с ведущими странами Европы и в странах Америки, есть какая-то разница по заболеваемости? Ну, в Америке заболевается выше 10-12 процентов, на самом деле. У нас вот такая, ну, у нас хорошая выявляемость, я хочу сказать, благодаря диспансеризации, вот которая в последнее время у нас широко развернута. То есть там очень большой процент впервые выявлены диабета, вот именно благодаря тому, что люди обращаются, проходят диспансеризацию, у них учитываются факторы риска, они обследуются и потом уже проходят детальное обследование. Вот благодаря этому диабет выявляется на более ранних стадиях, что очень важно. Мы традиционно задаем этот вопрос в нашей программе, кто более подвержен риску заболевания с сахарным диабетом, мужчины или женщины? С сахарным диабетом второго типа, который наиболее распространен, больше, чуть-чуть больше болеют женщины. Но нужно сказать, что поражает эта болезнь более такой работоспособный возраст со 40 до 50-60 лет. То есть работоспособный население, да, конечно. И женщины чуть больше заболевают. А если мы будем говорить о возрастных критериях? Дети, среднего возраста, возраста? Дети, это у нас немножко, я должна сказать, наверное, сейчас у типов диабета, да? Я тоже хотел бы сразу поправиться, потому что среди наших радиослушателей бытует мнение, что существуют разные типы диабета. Существует первый тип диабета и второй тип диабета, и многие обыватели связывают первый тип с наследственной патологией, а второй тип приобретённый. Вот, хотелось бы сразу поставить точку на «Д» и сказать, что первый тип сахарного диабета – это инсулинозависимый тип сахарного диабета, а второй тип – это неинсулинозависимый. И более подробно, вот, чтобы наши радиослушатели понимали, более подробно об этих типах, Татьяна Прокофьевна, пожалуйста, расскажите нам. Значит, первый тип диабета – это нарушение и в иммунной системе организма. То есть он развивается из-за того, что идёт поломка в иммунной системе. Благодаря, ну, во-первых, наследственности, есть предоспал, наследственность, конечно, играет трудность. Наследственный фактор, конечно, имеет, но важно. Есть там определённые антигены, которые можно выявить при обследовании, ну, я не буду вдаваться в подробности, но могут быть антигены и присутствовать, но если не будут вкладываться обстоятельства определённым образом, человек может не заболеть. А, секундочку. Экология влияет. Это важно на самом деле. Конечно, да. То есть если первый тип наследственный, то даже вот ребёнок родился, мы пока не видим признаков диабета, но можно выявить на генном уровне, да? На генном уровне можно, но, в принципе, этим никто не занимается, только те, кто, допустим, имеет родственников, и кто, так сказать, очень в этом заинтересован. Ну, это редкие люди, скажем так, они, значит, выявляются… Но сделать это можно. Обследование сделать можно, да, но это не говорит о том, что человек заболеет именно. То есть он предрасположен. Но заболеет он или нет, это будущее показано. Есть степень вероятности, если кто-то из родителей болеет сахарным диабетом, или бабушка или дедушка болеет сахарным диабетом первого типа, это не значит, что у пары родится ребёнок, и он обязательно будет болеть сахарным диабетом первого типа. То есть есть предрасположенность, есть факторы риска какие-то, но это не 100%. Но это всё равно настраивает на какое-то определённое… Настораживает. Да, настораживает в смысле. Потому что доктор, когда пациент приходит к доктору, доктор всегда собирает анамнез. Он спрашивает, было ли такое заболевание у ваших близких родственников, это входит в обязательную систему опроса пациента. При сборе анамнеза, да. При сборе анамнеза. Ну и очень влияют на развитие первого типа диабета различные вирусные инфекции. То есть если человек уже имел какой-то фактор риска или наследство и заболел, допустим, тяжёлым гриппом, то через некоторое время, да, можно ожидать, что… Даже грипп. …диабет разовьётся, да. То есть вирусные инфекции имеют, так сказать, большой риск в этом плане. Я вас прервала на слове «экология». Экологические факторы в том числе, да, влияют. То есть в районах, где с неблагоприятной экологической ситуацией диабет развивается сильнее. Ну и всё-таки первый тип диабета – это диабет молодых. То есть дети и молодые люди в возрасте, скажем, до 30 лет, как правило, заболевают вот именно этим заболеванием. И он характеризуется тем, что в этой клетке, то есть клетке, которая продуцирует инсулин в поджелудочной железе, они постепенно отмирают. И вот когда 80% этих клеток погибает, вот тогда развивается клиника болезни. То есть все характерные симптомы. Как правило, это будет очень резко выражено. Но когда идёт гибель сама по себе клеток, то есть вот в этот период мы этих симптомов не видим. То есть поэтому в этот период мы не можем никак пациента лечить. То есть нет клиники. И когда уже погибли вот 75-80%, тогда появляется и сухость в рту, и жажда, и все остальные симптомы. То есть если есть предрасположенность к диабету первого типа, он должен возникнуть до 30 лет. Ну, как правило, да. Как правило, не обязательно. Он может возникнуть и раньше, и позже. Как правило. Как правило. Ну и первый тип – это более редкое, скажем так, заболевание. Примерно 4-5% от общего количества больных с диабетом. Остальная масса – это уже второй тип. Второй тип, который… Инсулины независимы, скажем так. На первых парах, скажем так. Значит, второй тип – это у нас дефект действия инсулина. Если при первом его просто не хватает, там абсолютный недостаток инсулина. При втором идёт нарушение чувствительности тканей к этому инсулину, который присутствует в организме. Ну и это больные, как правило, имеющие тучный вид, ожирение, избыточную массу тела. И вот при этой ситуации клетка становится нечувствительной к инсулину, который в организме есть. Поэтому американцы имеют более высокий процент, потому что у них всё-таки большая проблема с лишним весом. В клетках имеются рецепторы, которые в норме, на них оказывают влияние инсулин. В данной же ситуации вот эти рецепторы, они становятся резистентными, то есть устойчивые. Поэтому и формируется клиника впоследствии. А вот факторы предрасположенности, сейчас Татьяна Покрофина как раз факторы риска, как раз и расскажет. Потому что это самая большая группа сахарного диабета второго типа, которая и регистрируется во всём мире, в нашей стране и в нашей области в том числе. Вот мы ещё раз напомним, что мы уже рассказали, что для первого типа характерны факторы риска такие, как наследственность, предрасположенность, из-за наследственности экологический фактор. И принесённые вирусные заболевания. Они провоцируют. Какие-то параллельные ещё заболевания иммунной системы в том числе тоже. А второй? Потому что ещё вот хотелось бы добавить, что в первом типе аутоиммунный механизм, то есть поражение клеток поджелудочной железы, вот как раз спровоцировано вот этими факторами, которые мы сказали. Да, так называемый апоптос по науке. Так, а во втором? А во втором типе это вот как раз тучные люди, имеющие избыточную массу тела. Первый. Самый, наверное, такой яркий признак, который предрасположен. Я имею в виду предрасположенность, да. Вот мы уже сказали, что у этих людей развивается инсулинорезистентность, устойчивость к инсулину. А что мы называем? Каких людей мы тучными называем? А мы можем посчитать индекс массы тела. Это очень легко сделать. В норме он до 25%. А всё, что выше, это уже имеется, так сказать, вот избыточная масса тела. Там есть градация, ожирение, первая степень, вторая и так далее. Сложно высчитывается этот индекс? Нет, конечно. Килограмм на метр квадратный тело. В общем, это всё легко сделать. Каждый сам себе может посчитать. Светлана, есть специальная таблица. Вот дальше мы будем разговаривать. Забегая вперёд о школе диабета, там есть специальные таблицы, по которым можно мгновенно определить свой индекс массы тела и посмотреть, в какой степени риска, какая степень ожирения уже будет. То есть мы об этом скажем? Конечно. Чем больше степень ожирения, тем быстрее развивается диабет, скажем так. Чем меньше степень ожирения, соответственно, тем он, может быть, раздаётся медленнее. Но фактор риска, конечно, самый первый – это ожирение. Наследственный фактор тоже при втором типе диабета имеет своё значение. Но он менее изучен, скажем так, чем при первом типе. Это возраст после 45 лет. После 45 лет, в общем-то, надо каждые 3 года уже обследоваться на… Всем. Да, всем. Желательно всем. И женщинам, и мужчинам. Фактор риска курения, фактор риска артериальной гипертензии. К факторам риска также относятся нарушения липидного обмена, выявляемого при биохимическом анализе крови. Фактор риска – это также женщина, имеющая детей, которые при рождении весили больше 4,5 кг. Или она имела уже диагностированный гестационный диабет. Эта женщина тоже на будущее, скорее всего, скажем так, заболеет диабетом, если будет иметь избыточную массу тела. Расскажите, Татьяна Прокофьевна, а имеет действие, скажем так, внешне каких-то факторов приёма алкоголя, лекарственных препаратов? Может влиять на возникновение сахарного диабета второго типа? Да, мы сказали об основных типах диабета, это первый и второй, но у нас ещё есть некоторые другие типы. Вот один из них, я бы сказала, немаловажный в наше время, вторичный диабет на фоне болезни поджелудочной железы. И есть такая болезнь панкреатита у людей, как раз, как правило, злоупотребляющих алкоголей. То есть панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое возникает вследствие, могут быть лекарственные панкреатиты, могут быть алкогольные панкреатиты. Вот они встречаются довольно часто. И то же самое, примерно, как по первому типу протекает болезнь, то есть клетки не способны продуцировать инсулент. То есть алкогольные панкреатиты – это уже алкоголики? Ну да, конечно. Или люди просто выпивающие, не только алкоголизм. Может ведь получиться так, что человек не злоупотребляющий, но получилось так, что он выпил некачественный алкоголь. Например. И даже этот единственный раз может спровоцировать. И сделать человека инвалидом в самом прямом смысле этого слова. Потому что этиловый спирт в больших дозах и некачественный алкоголь – это яд, который оказывает токсическое действие не только на клетки поджелудочной железы. И такие пациенты есть, и, в общем, нередки в нашем отделении. То есть вот протекает по первому типу. То есть у них формируется инсулиновая потребность у таких пациентов. А вот вы сейчас говорили про инсулиновую зависимость или инсулино-независимый сахарный диабет. Что это такое? Так, вот первый тип, мы сказали, он лечится только инсулином. Потому что здесь при этом типе железа не выделяет инсулин. Не вырабатывает инсулин в организме человека. Его нужно постоянно доставлять в организм. Он постоянно получает инсулинотерапию. Второй тип там в начале диетические мероприятия на первом месте всегда. И препарат, который улучшает чувствительность к инсулину. А я вспомнила, Вадим же Владиславович говорил, что инсулин вырабатывается, но клетки в организме, они не видят его, что ли? Или они, можно сказать, не так. Рецепторы становятся невосприимчивы. Невосприимчивы. Вот поэтому есть препараты, которые улучшают чувствительность, нарушенную чувствительность. То есть мы влияем на механизмы развития болезни. Это препараты из группы метформина. Их очень много в настоящее время. Так что довольно широко используются и не только в эндокринологии, и в гастроэнтерологии, и в кардиологии эти препараты. Ну, по крайней мере, это самое первое начало лечения второго типа диабета. Вот мы сейчас про лечение будем говорить, или мы всё-таки снова... Я всё-таки думаю, что мы основные терминологии, чтобы нашим радиослушателям было понятно, мы рассказали. Вот теперь бы хотелось услышать, какие основные признаки или симптомы... Вот это важно. Что, на что обратить пациентам, либо родственникам пациентам, либо людям, условно считающимся здоровыми людьми, на что в первую очередь, Татьяна Парковьевна, можно обратить внимание? Ну, про первый тип я, наверное, уже не буду говорить, там очень резко всё развивается. Второй тип, он очень долго может протекать вяло, скрыто, незаметно. Ну, и он самый опасный, сейчас я тоже скажу, потому что всё-таки первый тип, вы сказали, 3-5% запаливаемости от всех запалевших диабетом разных видов, а остальное – это уже приобретённый. Второй тип, да. Второй тип. Значит, там такие симптомы, как вялость, слабость, снижение работоспособности, вроде бы ни о чём не говорящие, да. Может быть, плохое заживление рана от того, почему кровь у нас сладкая, да, сам повышен сахар, так сказать, вот для народа это сладкая кровь. Вот на этой крови присоединяются микробы, которые размножаются. Поэтому плохо заживают какие-то микротравмы, трещинки, нагнаиваются и так далее. Это всё признаки, например, вот второго типа диабета как раз. Если пациент, человек эти вещи замечает, он, конечно, должен обратиться к доктору. Тем более, если у него есть ещё факторы риска какие-то. Кроме ранок, что ещё должно насторожить? Снижение работоспособности в том числе. Просто вялость. Может быть, потеря массы тела, но не всегда. Иногда, наоборот, набор массы тела, потому что есть там такой защитный фактор, вроде бы хочется кушать, люди наедаются ещё больше, они жиреют. То есть с весом там, может быть, и так, и эдак, что называется, может он и похудеть. Не очень показательно. А вот я слышала, что диабетики пьют много воды. Сухость во рту, да, из самых таких явных. Но вот эти жалобы уже, как сухость во рту, жажда, это уже при более явной клинике, скажем так, при сахаре выше 9, хронически 10, 14 даже. При более низких сахарах там, может быть, кроме вялости вообще ничего не будет. Ещё есть такой термин у нас в школах диабета, когда мы обучаем пациентов, мы им объясняем, ты будешь себя чувствовать как машина без бензина. Потому что сахар, как энергия, в клетки не попал. Он остался весь в крови, он в крови повышен. А сахар для организма – это источник энергии. Если он в клетки не попадает, то человек испытывает слабость. То есть как машина без бензина. Подождите, я… Сахар, он углевод, он быстрый углевод. Это энергия. При гликолизе, то есть расщеплении сахара, он бывает двух – анаэробный и анаэробный, да, с присутствием кислорода или нет. Почему у спортсменов болят мышцы? Потому что идёт… Или у неутринёрованных людей. Потому что идёт несоответствие, не хватает кислорода, и раздражение глюкозы, распад её для выработки энергии АТФ, он идёт по анаэробному пути, и недокисленные продукты, молочная кислота скапливаются в мышцах. Поэтому формируется болевой синдром. Здесь же, в данной ситуации, глюкоза не утилизируется в клетках, она остается, вот как говорит Татьяна Прокопьевна, в крови. Поэтому человек ощущает слабость, вялость, недомогание и другие симптомы, о которых мы говорили. Да, я просто хотела привести пример. Вот там я женщина за столько лет, сколько нужно уже обратить внимание, там, например, да, и вот у меня слабость и вялость. А может быть, я просто на диете посидела, и я себе запретила печенюшки, я себе запретила конфетки, и вливание такого сахара исправить можно ситуацию. А вот об этих симптомах по осложнениях мы уже поговорим попозже, потому что о тех симптомах, которые вы говорите, это симптомы, они будут отражать гипогликемическое состояние. Я просто хотела, чтобы Вы уточнили, да, Вадим Владиславович, хотела бы, чтобы Вы уточнили, как различить-то вот это состояние, что просто слабость, вялость, может быть, от того, что я устал или я на диете, или это действительно уже признак того, что нужно бежать печень. Различить очень просто. Вы пошли в лабораторию, сдали кровь на сахар, вот и всё. Вы обратились к доктору первоначально, к терапевту. И с другой стороны, всё ведь проходит обычно, если человек выспался, да, всё как обычно происходит, но он чувствует какое-то недомогание. Мы не говорим, когда тяжёлая рабочая неделя, человек работает, там, переработал, утомился, устал, сделал какую-то тяжёлую физическую работу. Это всё естественно. А когда среди полного благополучия, когда человек сытый, выспался, отдохнувший, но он чувствует разбитость, раздражительность, недомогаемость, недомогание, сухость во рту, значит. То есть что-то не так, как было. Что-то не так, не как обычно. Идёт, тогда это уже какие-то симптомы, на которые нужно будет обращать внимание. И всё же, что же при таких симптомах делать, Татьяна Прокуфиловна? Так вот, мы уже и сказали практически, что нужно обратиться, конечно, к врачу, к терапевту, к эндокринологу. Сначала к терапевту. Он проанализирует ситуацию, возможно, сразу направит к эндокринологу, возможно, сам проделает все необходимые анализы, которые у нас по полису ОМС делаются все бесплатно. Вот элементарно, я говорю, кровь на сахар. Иногда берётся, на тощах всегда берётся, иногда мы назначаем после еды, через два часа, то есть посмотреть, как сахар реагирует на приём пищи. То есть вот такие элементарные вещи. Ну, и там более углублённые анализы тоже существуют, но начинается всегда вот сальзать кровь на сахар. И с сахаром уже всё станет ясно? Ну, когда не всё, то мы проводим, да, обследование, скажем так, специальные тесты и так далее. Ну, в общем, это всё довольно легко сделать. И в каждой практической лаборатории, и в каждой поликлинике это реально сделать. Ещё один такой сюжет, пример простой. Там на даче у меня знакомые соседи есть, да, один человек, которому уже там под 70, и он достаточно, не то чтобы туч, но такого-то, как это называется, когда у мужчин... В меру упитанный. Есть вот... Пивной живот, да? Что-то в этом духе, там, не знаю, от пива или нет, но тем не менее. И есть сосед, который говорит, что... А, и этот сдал кровь на сахар, говорит, что-то у меня сахар повышенный, как мне сказали. А сосед ему рассказывает, что да ну, перестань, с возрастом сахар и так повышается, всё у тебя хорошо. С возрастом он не повышается, есть определённые критерии. То есть, конечно, нужно, если есть симптомы, есть... Уже он увидел по глюкометру, что сахар повышен, а глюкометры не самые точные приборы, нужно сказать. Это глюкометры, которые прям продаются в аптеках? Да, они продаются в аптеках, в магазинах, они довольно широко сейчас, да, распространены. То есть это, в принципе, можно, конечно, опираться на глюкометр, это очень хорошо, но самое точное, это лабораторная диагностика, это плазма крови. Вот если он по глюкометру уже видит какой-то ненормальный показатель, скажем так, да, и плюс ещё клиника, конечно, нужно обратиться к доктору. В поликлинику уже издать качественные анализы в лаборатории. То есть запускать процесс, оставлять просто так, конечно, не надо. Потому что очень часто у нас такие вещи, если бы мы их пропустили, не заметили, то потом выявляются уже, например, при инфарктне. Иногда при каких-то других уже грозных ситуациях. Это страшно вообще, когда диагностируют диагностируют диагностируют? Вот что это значит для человека, которому диагностируют диагностируют? Ну, это, наверное, зависит от типа нервной деятельности у человека, от типа характера. Некоторые очень пугаются. Наверное, что если выявляется сахарный диабет, и он выявляется в своё время, это не переговор. Давайте сразу радиослушатели успокоим. Потому что, ну, выявить сахарный диабет и поставить на всём крест – нет. Миллионы людей страдают сахарным диабетом, вовремя компенсируют его, вовремя соблюдают диету, вовремя обращаются к доктору, ведут правильный образ жизни. И качество жизни от этого практически не страдает. Вот я бы хотел, наверное, поговорить и обсудить очень такую грозную тему, потому что в начале передачи Татьяна Прокопьевна нам сказала, что высокий очень процент летальности при сахарном диабете. Всё же, что вот Вы имели в виду, Татьяна Прокопьевна, какие грозные осложнения в первую очередь могут быть при сахарном диабете первого и второго типа? На что следует в первую очередь? Какие самые угрожающие, опасные симптомы, которые могут быть? На что обратить внимание пациентам? Вот именно говоря сейчас об осложнениях. Спасибо за вопрос. На самом деле это очень актуальная тема. Действительно, процент летальности до сих пор велик, но в данное время, в настоящие, последние годы, скажем так, от острых осложнений диабета они умирают реже, и они просто встречаются реже, потому как лечение сейчас на очень хорошем уровне. То есть хорошая инсулина, хорошая схема, пациенты обученные, как правило. Но, тем не менее, они, конечно, встречаются. То есть вначале поговорим об острых осложнениях, так называемых, ну, я, наверное, скажу о двух больших состояниях, о низком сахаре и о высоком, так называемом гипогликемическом состоянии гипергликемическом. То есть гипо – это низкий сахар, он обычно бывает тогда, когда идёт какое-то несоответствие, например, дозе инсулина и физической нагрузки. И человек просто, например, в возрасте сделал инсулин, поесть забыл, или отсрочил время приёма пищи, или какая-то была физическая нагрузка, он не поел вовремя. Вот при этих состояниях сахар, конечно, может резко упасть. А для организма это губительно. В данное время, в последние годы считается, что сахар ниже пяти быть не должен. При сахаре ниже пяти могут развиваться в том числе инсульты, инфаркты. У кого угодно не должен быть сахар. У кого угодно, да, особенно у пожилых людей. Поэтому мы сразу нашим радиослушателям скажем, что норма сахара в крови, глюкозы, 3,5-5,5. Ну, это для здоровых. Это для здоровых. А вот по пациентам, страдающим с сахаром диабетом, Татьяна Прокофьевна уже подробно скажет, на каких цифрах. Да, так вот. То есть для диабетиков сахар выше должен быть значением. Да, это всё зависит от возраста. Чем старше пациент, тем допускается сахар выше. Чем моложе, тем, соответственно, ниже. Так вот, при гипогликемиях сахар падает ниже нормы, и вплоть до потери сознания это может быть. И поэтому те пациенты, которые имеют первый тип диабета, желательно, чтобы они имели с собой какой-то сладкий продукт, например, сахар рафинат, который в случае необходимости кладётся под язык и моментально растворяется и всасывается. То есть при гипогликемиях меры должны приниматься очень быстро, иначе наступают, так сказать, печальные исходы. Это может быть или кусок сахара рафината, или какой-то фруктовый сок. То есть вот любой какой-то быстрый усвоенный углевод. Это быстрая, такая экстренная помощь при низком сахаре. Более часто бывает состояние, когда сахар повышается, но это происходит более медленно. Но тоже пациент должен знать, что он повышается. Обычно при каких-то ситуациях определённых, например, при какой-то болезни, которая присоединилась к тому, что диабет уже был. Например, человек заболел ОРЗ или гриппом. У нас тут грядёт, опять же, скорая эпидемия. То есть мы должны наших слушателей предупредить, что если у пациента есть диагноз диабет, и повышается температура по какой-либо причине, будь то грипп или какая-то ещё другая болезнь, то он должен, конечно же, меры принять вовремя. Хотя бы померить кровь над сахаром очень быстро. То есть если сахар повышается, значит, соответственно, нужно будет скоррегировать лечение. То есть сахар реагирует на какие-то вот другие заболевания, особенно с повышением температуры. А можно в двух словах сказать, в чём заключается основная схема лечения диабета по первому типу и диабета по второму типу? Ну, мы, собственно, немножко уже касались. Первый тип – это постоянная инсулинотерапия. Инсулинотерапия. Постоянная. В организм должен поступать инсулинотерапия. Конечно, да. То есть инсулин двух видов у нас бывает – от продлённого действия и короткого. Короткого действия даётся на приём пищи, чтобы усваивались углеводы, чтобы сахар не повышался. И продлённого действия – это базисная терапия. Он делается, как правило, два раза в сутки, иногда один раз в сутки. А второй тип – это… Второй тип – это поначалу – это таблетки. Таблетки. В начале метаформина группа, затем уже по мере развития болезни. А диета? Диета всегда, я вам уже говорила, на первом месте всегда. Абсолютно точно. Для этих людей, которые болены с сахарным диабетом, диета очень важна. Особенно при втором типе, конечно. Там очень жёсткая как раз диета, более жёсткая, чем при первом, скажем так. Потому что нужно людей заставить похудеть, что называется. Тогда легче будет протекать второй тип диабета. Меньше будут осложнения и так далее. А вот сейчас что же? А если вот человека… Вот есть все признаки, которые могли бы спровоцировать диабет, но он вовремя отпомнился, похудел, занялся спортом, взял на жёсткую диету. Он может успеть на начальных стадиях каким-то образом откатить назад, что называется? А это и есть. Он уже откатил. Если он похудел, это уже откатило, что называется. Он может вообще не заболеть, конечно. А диабет вообще излечим? Вот чтобы абсолютно… Ну, считается, что нет. Но когда вот человек именно похудел хорошо, до нормы, скажем так, да, то, что называется, может всё вернуться на круги своя. То есть показатели могут быть нормальными. И тогда, как сказал Вадим Владиславович, качество жизни улучшится. Конечно. Улучшится. Конечно. Вот ещё бы хотелось сразу здесь обговорить ещё какой вопрос, чтобы наши радиослушатели услышали, что всё-таки диабет, сахарный диабет – это очень коварное заболевание, которое маскируется под масками различных болезней. И, как правило, и это неудивительно, что сахарный диабет дебютирует, проявляется и выявляется совершенно другими специалистами. То есть у человека снизилась острота зрения. Он пришёл к окулисту, и окулист, посмотрев в глазное дно, увидел признаки сахарного диабета, вовремя направил сдать анализы на сахар кровью, выявил. Либо, придя к гастроэнтерологу, обнаруживается стрессовая язва и так далее, то есть это как дебют сахарного диабета. Либо человек пришёл на приём к анге хирургу, у него какая-то трофическая язва появилась на ногах и так далее. Начинаем выяснять, обследовать у человека сахарный диабет. То есть сахарный диабет может и проявляться ишемической болезнью сердца. То есть вот эти проявления симптомов совершенно нетипичны для сахарного диабета. То есть это те симптомы, которые связаны с осложнением сахарного диабета. И вот Татьяна Прокопьевна тоже бы немножко рассказала про эти маски. То есть сахарный диабет, он как обезьяна всех болезней, он может маскироваться. И пациент думает, что совершенно у него другая патология. На самом деле это сахарный диабет. На самом деле Вы о чём говорите, Владимир Владимирович, это уже позднее осложнение сахарного диабета. Это всё поражение сосудов. То есть если человек или не знал о своём диагностике, что очень часто бывает, или знал, но, так сказать, неправильно лечился, не хотел лечиться, не соблюдал те мероприятия, которые прописаны были доктором, то у него, если ситуация сахара выше 9,5-10 хронически в течение 5 лет, то развивается позднее так называемое сосудистое осложнение. Страдает стенка сосудов. Сосуды у нас есть во всём, везде, во всех органах в организме. Ну, поражается, например, сетчатка глаза. Человек, в конце концов, может потерять звенья окончательно. Это уже запущенные стадии? Конечно, это запущенные стадии. Поражаются кубочки почек? Почек, конечно. Почки начинают, так сказать, плохо функционировать. Накапливать те шлаки, которые должны выводиться, они накапливаются в организме, отравляют организм. Это далеко зашедшая стадия, опять же, диабетической нефропатии. У нас остаются буквально 3 минуты до окончания программы, а хотелось бы, всё-таки это, наверное, очень важно, потому что я знаю, что очень многие люди в возрасте, они, правда, боятся новых диагнозов. Они готовы жить в таком состоянии долго, но к врачу не пойдут, пока вот не припрет, что называется. Мы поэтому обращали сейчас внимание родственников, чтобы они тоже помогали, да, помогали, диагностировали, признаки находили. Акцентировали внимание на те признаки, которые мы сейчас осветили. Показали бы человеку, что мы тебе поможем. Давай, ты не бойся, ты не один, болезнь – это не приговор. И вот тут возникает очень много вопросов людей, которые боятся этих диагнозов. А что, собственно, будет сопровождать меня в жизни? Смогу ли я, будучи диабетиком, отдыхать в жарких странах? У молодых, кто там по первому типу в диабете, смогу ли я забеременеть, родить ребёнка? Какие-то такие вообще... Смогу ли я заниматься спортом и хорошо выглядеть, да? Всё это решаемо, конечно. Конечно, то есть в первую очередь, конечно, бояться не надо. Жить в коллективе, общаться, но самое главное – обратиться в школу диабета, где тебя научат всему абсолютно. И про жаркие страны расскажут, и как забеременеть тоже, с какими показателями сахара, я хочу сказать, там должен быть специально скомпенсировано всё хорошо, идеально. Пожалуйста, ради Бога. То есть всему этому люди обучаются в школах диабета. Вот как только диагноз поставлен, управляют в школу диабета, и что они там делают, в этой школе? Они слушают лекции, они общаются друг с другом, с доктором, они выстраивают свою схему питания, лечения, поведения. То есть все вот эти нюансы обсуждаются как раз на школах. Причём школу ведут и врачи. В нашей больнице школа работает, в 7-й год больнице очень хорошо школа диабета работает, и много лет уже. В нашем отделе не только врачи, у нас ещё и сёстры ведут свою школу диабета по выходным дням на сменах. То есть пациенты обучаются, им становится легче жить, им становится веселее жить. Конечно. Они не боятся своей болезни. Конечно, конечно. Всегда, когда человек видит поддержку, заботу, всегда проще. Так что можно в жаркие страны. Да, конечно, ради Бога. Можно в жаркие страны. То есть диабет – это не приговор. Мы должны подвести некий итог нашей программы. И я понимаю, что… Вот в каждой программе, конечно, мы говорим о том, что не надо бояться врачей. Не надо бояться себя. Надо быть к себе внимательным очень. И если ты что-то у себя находишь, нужно не стесняться пойти к врачу, рассказать об этом, сделать все необходимые анализы. А дальше есть все программы, есть все медикаменты, есть школа диабета. Есть подготовленные специалисты, есть оборудование, которое может контролировать, есть современные медикаменты. Лекарственные препараты, которые предоставляются пациентам совершенно бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования. То есть пациент в данной ситуации, он не брошен. Самое главное – обратить вовремя на это внимание и не заниматься самолечением. Это основной принцип. Спасибо большое, Вадим Ральников, главный врач Кировской областной клинической больницы и заведующая эндокринологическим отделением Кировской областной клинической больницы. У меня тут написано КОКБ, Кировской областной клинической больницы. Татьяна Прокопьевна-Веденская. Мы говорили о диабете. Мы будем продолжать разговор о различных болезнях, о различных достижениях в области медицины. В программе «Слушайте доктора» слушайте нас каждую пятницу в 2 часа. И повтор программы в субботу в 10. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Всем здоровья. Слушайте доктора.